Привет, мои дорогие подписчики! Посмотрела на канале, оказывается, я давно не показывала сказки в своем исполнении. И, о чудо, сегодня я вас порадую не просто очередными сказками, а новой версией сказок от Чудо-мастерской. А также я порадую вас интересными творческими решениями, которые я реализовала в этом проекте. Хотелось совместить сказки и времена года, оставить традиционный набор первых сказок и добавить давно запрашиваемые новые сказки, такие как «Заюшкина избушка», «Теремок», «Гуси-лебеди». Действие некоторых сказок происходит на двух, а то и трех разворотах. И чтобы более-менее разместить все мои задумки, я увеличила книгу и добавила разворот. Но обо всем по порядку. Итак, встречайте мои новые сказки. Шились они для постоянной моей заказчицы Светланы Шевченко из города Одесса. Вот, смотрите, какой пухляш. И, кстати, то, что здесь находится, это еще не все элементы. Много элементов отдельно ждут своей очереди. Начну с новинок. Перед вами сказка «Заюшкина избушка». Домик лисы. Домик лисы получился очень красивым благодаря богатому выбору материалов для творчества. Здесь и переливающиеся сосульки, искрящаяся крыша. И даже фундамент выполнен из таких, как будто бы льдин камней. Благодаря вот такому необычному тиснению. У зайки также есть домик. Он, конечно, намного проще, чем у лисы. Но, тем не менее, он очень уютный и симпатичный. Выполнен он из фетра. Здесь, возможно, вы заметили вот такие неровности. Я специально нашивала эти досочки неровно, чтобы подчеркнуть неидеальность этого домика. А также мне захотелось настоящих деревянных элементов. И, таким образом, здесь появились вот эти бревна из пуговок деревянных. Еще мне захотелось красок на этой страничке, ярких пятнышек. И, вот таким образом, здесь появились вот такие снегири. Они крепятся на кнопочки. Вот есть кнопки. А также могут размещаться за этими кустами. Летать по страничке. Центр зимнего разворота выполнен из велкра разных оттенков холодных. Чтобы удобно было крепить по центру разные большие элементы. Так как это не одна сказка здесь будет находиться. А низ из нежнейшего, приятнейшего искусственного меха. Здесь у нас вот такой сугроб, за которым прячется пруд, который сейчас покрылся льдом. Есть здесь вот такая лунка для другой сказки. Позже покажу. А на этой страничке в виде кармана сугроб. И здесь у нас прячутся элементы снеговика. Вот такая красивая картинка получается. Домики сшиты по одному принципу. Здесь, в крыше, находятся альфа-кнопки, за счет которых он открывается и закрывается. Боковые части открыты. Это кнопки для других задач, скажем так. То есть, вот здесь мы размещаем зайку и закрываем на кнопки, которые находятся в крыше. Таким же образом и у лисы. Размещаем здесь лису и закрываем. Крепятся домики за счет липучек. А продолжение этой сказки на другой страничке. Для продолжения сказки мы перемещаемся на начало книжечки. Здесь у нас весна. За счет этого клапана она изображена на разных сроках. На этой части клапана у нас ранняя весна. Проталины, подснежники, ручейки с разными элементами развивающими. Солнышко светит и ласточки прилетели. Открываем клапан. А здесь уже распустились цветочки. Цветочки вот на таких магнитных кнопках. И на деревьях также начинают распускаться цветочки. Наша сказка продолжится в этой части странички. Солнышко мы переместим на другую страничку. Птички также могут лететь на другую страничку. А здесь у нас будет глубинная избушка. А это то, что осталось от красивой ледяной избушки. Лиса выгоняет зайчика. И петушок его спасает. Я думаю, вы вспомнили еще одну сказку с похожим сюжетом. Также зайчика лишились жилплощади. Только в этот раз это была вот такая проказница Коза Дереза. В этот раз зайчика спасет. Рак Неборак. Вот такой новый персонаж у меня появился. Такой классный рак с длинными усами. И с такой активной клешней. На весеннем развороте я также расположила дом с его первыми сказками. Это курочка ряба и колобок. Они не привязаны к какому-либо времени года. Колобок, правда, потом будет продолжать на другой страничке. Детально на домике останавливаться не буду. Много раз его показывала. Только разверну и покажу, что здесь все красиво. А сейчас я быстренько покажу, что прячется за этим домиком. А здесь вот такая красота. Малевочки, моя любовь. Также венок, моя любовь. И здесь мы еще можем видеть персонажей первых сказок. Вот эта мышка, которая хвостиком махнула. И колобок, ну и песик. Итак, переходим к следующему развороту. Здесь у нас лето. Клубничка, бабочки, цветочки на кнопочках магнитных. Солнышко, дождик вот с такими красивыми бусинками. Есть у нас даже радуга. Я думаю, в этих линиях фона многие из вас узнали страничку огород. Но в этот раз мы обойдемся без овощей. Вернее, они будут, но немножко в другом качестве. А пока, для начала я вам покажу потешку сорока-белобока. В этот раз я ее изобразила без своего фирменного домика. В этот раз попроще, но тем не менее, очень даже симпатично. Вот у нас такая съемная печь сорока и ее птенцы. Здесь у нас колодец. Один из них будет воду носить. Эта девушка будет маме помогать. Здесь у нас нужно добавить еще вот такую колоду с топором. Кто-то будет дрова рубить, кто-то будет дрова носить. И ленивый мальчик будет на печке спать. Вот такая классная печка. Новинка, кстати, да. Съемная печка у меня еще не была. Вот такой у нее дымок. Здесь сослонка открывается. Кашка. Сорока готовит кашку. Здесь, кстати, дровишки можно прятать сюда. Ну, а теперь гуси-лебеди. Переместимся снова на первый разворот. Можно ничего не менять. А можно, например, переместить дом. На эту страничку. И здесь, предположим, по тропинке, сестричка пошла гулять с подружками или с четвероногими друзьями. Заигралась. И в это время гуси-лебеди забирают братика и улетают. Ну, а следующее действие происходит в других декорациях. Наша знакомая печка и яблонька. Печка попросила Машу достать пирожки. Пирожки можно переместить сюда. Сразу покажу действие по пути назад. Братика будем прятать сюда. А сестричка может спрятаться за печкой. Переходим к яблоньке. Наша знакомая яблонька со шнуровочкой. В листве которой, как оказалось, очень удобно прятаться. Здесь наших персонажей практически не видно. Как мы помним, яблонька просила струсить яблочки. Это, конечно, задание очень легкое. Давайте тогда по пути назад будем просить вернуть их обратно. Гуси-лебеди полетели дальше. Печка и яблонька указали сестричке путь. А мы меняем декорации. И вот, наконец-то, мы добрались до дремучего леса. Это новый разворот, поэтому остановимся на нем поподробнее. Владение Бабы-Яги разграничивается вот этим клапаном. Здесь даже по всем внешним признакам понятно, что здесь начинается территория зла. То есть мухоморы, стрёмные ёлки. Даже фон такой неадекватный. Ну и, конечно же, помощники Бабы-Яги не совсем милые персонажи, мягко говоря. А по другую сторону клапана мы видим пышную ёлочку, ясную полянку. Вот такие ягодки, съедобные грибочки. Ну и моя любовь. Вот эта красивенная река со струящейся водичкой. А также эти красивые кисельные берега. Река выполнена из самого что ни на есть натурального шёлка. Мне очень нравится, как он струится. Конечно, пришлось с ним немножко повозиться, но картинка меня впечатлила. А эти берега, также повезло найти такой кожзам. Мне очень нравится это тиснение в виде камушков. Ещё этот цвет, вот в моём понимании, это моё видение молочной реки с кисельными берегами. В похожей сказке про Алёнушку и братца Иванушку, эта река ещё дополнена вот такими камнями. Я думаю, не страшно, если здесь мы также используем эти камушки. Помните, там река просила Алёнушку освободить течение от камней. Вот и здесь мы можем таким образом отодвигать камушки, и река пойдёт свободнее. А если не нравится, просто снимаем. Ещё один момент. Водичка не пришита по боковым частям, поэтому здесь очень удобно будут прятаться наши дети от гусей-лебедей. А ещё в этом лесу растут вот такие классные сосны. Здесь могут прятаться какие-то персонажи, звери, потому что здесь в этом лесу ещё будет сказка колобок. Я уже не буду на ней останавливаться, но вы понимаете, что здесь может спокойно разыграться колобок. А нам сейчас нужно зафиксировать гусей-лебедей. Я не стала нашивать липучки. Они прекрасно фиксируются на всех страничках за счёт своих хвостов во многих местах. Вот в таких кармашках разных. Вот такая картинка, вот такая декорация. Гуси-лебеди отдают мальчика Бабе-Яге, а девочке остаётся самое опасное испытание. Нужно забрать братика и бегом мчаться домой, чтобы гуси её не догнали. Как она с этим справится, сейчас увидим. Избушка Бабе-Яге, несмотря на свою кажущуюся простоту, достаточно сложная в исполнении. Во-первых, здесь есть вот такие танцующие ножки. И мне захотелось, чтобы они прятались, и для этого пришлось пришить ещё одну стену. И он за счёт этого получился такой очень объёмный. Ножки прячутся вот таким образом. Вторая тоже. Здесь только нужно открыть домик. Этот дом нужно было изобразить таким старым, неухоженным, ветхим. И поэтому использовались такие приёмчики. Вот доски косо-криво прибиты, нашиты. Здесь растёт мох прямо на стене. Также мухомор даже вырос. И даже пуговка нашлась вот такая классная. Давно её купила, не знала, куда мне её использовать. Вот здесь она очень как будто бы по заказу вписалась. По материалам использовала мешковину, сетку, сизоль. Здесь визуально как будто бы крыша такая латаная, перелатанная, старая. Поэтому вот здесь такие ветки, как будто подбили крышу ветками. И по элементам, традиционные элементы избушки Бабы-Яги. Это полуразваленная печь, казанок с каким-то варевом, лавка и прялка. А также полка, на которой находятся какие-то настоечки. На крыше висят разные травки, ягодки сушатся. Ещё здесь, кстати, на этой крыше может завестись всякая нечисть. Вот залетает сюда сова. И очень удобно здесь устроились вот эти летучие мыши. Ночью они летают, а днём залетают под крышу к Бабе-Яге и отдыхают. И по персонажам. Баба-Яга, мальчик, сестричка. А ещё у Бабы-Яги есть вот такой чёрный-чёрный кот. Хотела ещё показать изнанку. Здесь у нас стена держится за счёт одного хранитена и пуговки. И очень удобно здесь размещать, например, гусей и лебедей. Они могут здесь жить, пока Бабуля не дала им очередное задание. Могут даже выглядывать их головы. Пуговка. Вот таким. Вот такой домик. Этот разворот можно использовать и для других сказок. Здесь симпатично будет смотреться Берлога и сказка Маша и Медведь. А также можно попробовать Красную Шапочку. В этой книге достаточно сказок, поэтому здесь не будет Берлоги и Красной Шапочки. Но это так для размышлений. Возможно, кто-то воспользуется идеями. Мы сейчас попробуем, например, сказку Колобок здесь. Вот такая новинка. Я очень довольна этим разворотом. И надеюсь, вам также понравилось. А мы переходим к следующей сказке. Следующий разворот книги. Осень. И для того, чтобы изобразить осень, я снова воспользовалась выкройками странички Огород. Правда, в этот раз с соседними расцветками. Но по наполнению здесь нет плодовых деревьев, нет колодца. Здесь, скажем так, такое колхозное поле, где растут дикие деревья. Чтобы изобразить листопад, у нас есть вот такое кнопочное крепление. Листики все на кнопочках. Разноцветные. Все краски осени. Здесь также на кнопках частично листья. Здесь у нас дуб, желуди на крючках. И живет белка. На этом развороте изначально планировалась сказка «Три поросенка». И вот, пожалуйста, знакомые вам домики. Только в этот раз съемные. Съемные домики. И, конечно же, улетающие крыши. Для несерьезных поросят еще предусмотрена вот такая съемная лужа. Серьезный поросенок сидит в своем каменном домике. И есть у нас вот такой злой волк в олече шкуре. А сейчас я покажу вам еще одну симпатичную новинку, которую очень любят дети, на которую часто делают постановки в детском саду и даже в школе на праздник урожая. Многие из вас уже догадались, что это украинская народная детская песенка «Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, пытается в своего роду. Ой, чи живи, чи здорови, вси родичи гарбузови. Обязвалась жовта дыня, гарбузова господиня. Обязвалась буряки, гарбузови свояки. Обязвалась морквиця. Видите, какая морквиця модница. Гарбузовая сестрица. Так, на передний план девушку. Обязвалась бараболя. А за нею и квасоля. Ищи живи, щи здорови, вси родичи гарбузови. Обязвалась огерочки, гарбузови сыны и дочки. Вот, сыны и дочки. Последовательность там немножко другая, но это не важно. И последний обязвался старый бип. Я поддерживаю весь рид. Ты гарбузы теперь исты, и с чем тебе будем ести? Мы с капшона шматок сала, ось и вся моя приправа. Вот такая симпатичная получилась гарбузовая семья. Тыквенная семья, если кто еще не понял. И глядя на них, у меня, конечно же, лицо расползается в улыбке. И мне захотелось воодушевить еще один прекрасный овощ. Вот такая получилась симпатичная зеленоглазая репка. И здесь, на этом поле, кстати, лучше всего и свободнее всего разыграть эту сказочку. Например, если подвинуть. Вот, смотрите, сколько места. Отлично. Дед, баба. Так, так, так. Как вам? Следующую сказку я давно хотела проработать, но не приходили стоящие идеи. В этот раз, видать, все звезды сошлись и получилось даже лучше, чем я представляла. Я думаю, вы догадались, что речь идет о сказке Теремок. Да, у меня до сих пор не было Теремка, как оказывается. И так стоит в поле Теремок. Он ни низок, ни высок. Изначально можно оставить только вот этот маленький домик. Но мне больше нравится, когда сразу вот такой из двух частей Теремок. Домик сшит по тому же принципу, что из-за Ишкина избушка. Мне очень понравился, кстати, этот принцип. И здесь очень удобно размещать персонажей. Я даже липучки сюда не добавляла, потому что они не выпадают. И так, здесь у нас Теремок набивается жителями. Им уже тесно, но тем не менее Теремок не ломается. Приходит медведь и ломает Теремок. Вот таким образом он легко ломается, строится. И мне очень понравилась эта идея. То есть вот такой конструктор. А теперь нам нужно построить большой Теремок. Вот что мы делаем. Мы возвращаем на место правое крыло. И достроим. У нас есть заготовочка. Левое крыло. Смотрите, какая красота получается. Вот такой классный Теремок. Здесь опять же таки размещаем всех жителей. Здесь будет Зайка. Лиса. Не хочу открывать. Времени нет. Долго все показывать. Все поместились. Здесь можно даже на кнопочку закрыть. Вот такой Теремок. И мне захотелось еще добавить вот такой заборчик. Смотрите, какая получается классная картинка. Теперь это моя еще одна любимая сказка. У меня теперь их много любимых. Но если вам даже этого покажется мало, смотрите, что я вам сейчас покажу. Смотрите. Заюшкина избушка. Вот мы достраиваем второй этаж. И снова. Ну как вам? Вот такой большущий Теремок получается, если использовать еще и Заюшкину избушку. Но это уже не Теремок. Это уже целый Терем. Здесь уже можно другие сказки разыгрывать. Вот такой классный конструктор. Кстати, по такому же принципу можно достроить и домик лисы. Но тогда это уже получится какой-нибудь Терем Деда Мороза. Мы с вами вернулись к зимней страничке. Перед вами еще одна моя новая сказка про лисичку-сестричку и серого волка. Ну, если с лисичкой и волком все понятно, да? Лисичка лежит, притворяется. У волка вот скоро хвост отвалится. Прошу обратить внимание на лошадь с телегой. Эта лошадь – результат долгих поисков творческих. Все, что я пробовала до этого, мне не нравилось, потому что либо занимала очень много места на страничке, либо как-то картинка не оживала. А когда я попробовала сменить ракурс, картинка сложилась. Вот у нас рыбки. Такие. И, кстати, еще одна новиночка. Покажу вам вот такой фокус. Если мы заберем шубу и шапку у деда и приоденем внучка, то... Узнаете? Я думаю, вы узнали. Да, это мужичок с ноготок из крестьянских душ Некрасова. Видите? Скоро мы будем изучать не только сказки на страничках развивающих книжек. Ну, а эту сказку вы уже видели на моих страничках. Это рукавичка. Только теперь еще мы добавили лошадку с телегой, шубу деду такую классную справили. И теперь играть стало еще интереснее. Вот такая у нас рукавичка дырявая. И вот такой полезный приемчик мы здесь используем. Как вы заметили, в этой книге очень много новинок, интересных идей. И если вы не устали, я покажу вам еще один сюрприз. Итак, как же зима без елки и без Нового года? У нас в этот раз вот такая пышная красавица елочка. Пышная она не просто, потому что мне захотелось такую большую елку, а потому что она с сюрпризом. А для этого сюрприза нужно было увеличить ее выкройку. И вот такой сюрприз. Субтитры создавал DimaTorzok Но это еще не весь сюрприз. У нас есть еще одна песенка. Вот такая шикарная получилась книжка. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. По поводу мастер-классов пишите на почту. Информация будет под видео. Пока-пока!